Всех приветствую на моём канале. Мой канал сам себе режиссёр. Меня зовут Ольга. Я живу в Бирбиджане, Хабаровский край. Мне 70 лет. Сегодня 5 октября, 2003 год. Сегодня годовщина моего отца. Ивана Иосифовича Кравцова. Я посвящу сегодня это видео ему. День памяти. Конечно, сделаю обед. Водку я не умею пить. А он любил водку в основном. Вино не пил. Ну, раз не могу водку, вина всё равно бокал выпью. В память об отце. Мой отец родился в 1923 году, 2 августа. И умер он в 1983 году, 5 октября. Этот день я никогда не забуду, когда нам позвонили, что он умер. Но мы все были уже, как говорится, к этому готовы. Хотя, хочу сказать, что, наверное, к этому приготовиться невозможно. Но всё равно это не внезапно. У него обнаружили рак гортани. И как-то он не принимал за болезнь поначалу. Он как-то крикнул, а голоса не стало. Он пришёл к маме и говорит, что-то я голос потеряла. Хрип, наверное, простым. Мама тоже, ну, то попей, то попей. Там, как обычно, молоко горячее, там, мёд, что-то там. Месяц проходит, второй проходит, а голос не ворачивается. Ну, и мама говорит, езжай в Хабаровск. Здесь ему, они жили в Биробиджане. В Биробиджане ему поставили заболевание вот это, онкологическое. Но надо подтвердить. Ещё, ещё поехали в Хабаровск. Поехал он там. Опять сдавал анализы. И, как говорится, подтверждение. И там были врачи, ну, немножечко квалифицированнее, чем в Биробиджане. И поэтому, ну, лечился он не стационарно. Он поехал на процедуры, какие там положено. Химию, по-моему, ему делали. Я жила далеко, во Мурской области. Я подробностей очень мало знаю. Знаете, когда такое случается, мама главная рассказывала о подробностях, уж такие мелкие. Там, как он себя вёл, как он переживал или не переживал. Конечно, не особо-то мы муссировали. Во-первых, я была и моложе намного. Сейчас, конечно, и в это время я бы больше поспрашивала. Потому что в наши годы уже задумываясь, как сами проживём жизнь и к чему это кончится. А тогда молодые, что нам? Это 83-й год. Там мне 30 лет. Брату 33, сестре 35. Отец воевал, был танкистом, радистом. Был ранен легко. Бесок у него ранения было такое скользящее, как можно сказать. Он был в госпитале. После госпиталя его отправили, ну, наверное, по желанию учиться в офицерское училище. Ускоренное. Ускоренное в военных условиях. Это ускоренное было училище. Ну, военному делу, видимо, там, законом, каким-либо, уставом там учили. Я так думаю. Там, конечно, не проходили они все вот эти вот обучения высшей математикой и статегии там. Ну, как сейчас в училищах очень сложно учиться. Там сточные науки, там много чего надо знать. А я думаю, что в военное время там просто обучали их вот именно военному делу. Именно вот во время войны. Что должен офицер знать. Все такое. Я так думаю. Никогда на эту тему я с ним не разговаривала. Он закончил это училище уже где-то в конце войны. И он дошел до Берлина. В Берлине он еще, я думаю, около года где-то был. Он рассказывал немножко маме, как это все происходило, как они наводили порядки в Берлине, потому что там был наш русский комендант, все это восстанавливалось. Никогда они, как вот сейчас многие говорят, что наши зашли и стали издеваться над мирными жителями. Он это отрицал. Он говорит, этого не было. Наоборот, говорит, помогали. У каждого были погибшие семьи. Если они видели детей, они их поддерживали. Если одинокую женщину тоже. Ну, пайками. О питании. Но были много случаев, что даже наши оставались там. Наверное, находили себе жен, я так думаю. Это так, сквозь, это не точно. Но и были, правда, моменты, что у многих, у некоторых, не у многих, у некоторых солдат сожгли семьи, повесили семьи ихние. И они пытались тоже зайти, когда в дом, и увидят они вот семью эсэсовца, они пытались тоже доказать, что вот тоже мы с вами так же разделаемся. Ну, их, конечно, пресекали, если это, как говорится, ну, видно было, если это не втихаря. Ну, были, были случаи, ничего не скажешь, были. Это и по документальным фильмам, и по документам, были случаи, были. У людей, которые все потеряли, которые воевали с фашизмом, которые видели издевательства военных немецких, у них перекрывало крышу, когда они победили и вошли в их логово, можно сказать так. Потому что вы понимаете, что ведь мы все люди, и не у каждого психика так вот сделано, как вот диктует нам партия. Ну, партия, народ, что не надо злобствовать надмирным населением. У них же были предписания такие. Но я думаю, что все было, все было, но не в таком масштабе, как фашисты делали над русскими. Когда хаты полностью деревни сжигали, вешали, даже не тех, ладно партизан, потому что партизаны взрывали, там вредили, это еще как-то. А когда заходили там бабушка с детьми, они заколачивали избу и поджигали. Это же видео документальное есть, они же сами снимали фашисты, и потом эта вся видеотека попадала в наши руки. И вот эта трансляция идет иногда, вот в День Победы показывают. Я не могу на это смотреть. Но отец там, конечно, уже в звании младшего лейтенанта, по-моему, так, он просто наводил порядки там с солдатами как-то, ну, как говорится, как руководитель солдат. Ну, вот так, я думаю. Были всякие там нюансики, он маме по молодости рассказывал, мама немножко нам рассказывала, я теперь забывала. Мы как-то молодые, мы ничего, вот сейчас, конечно, для вот я записываю, специально записываю, чтобы у меня там все было на памяти у людей, у моей семьи, может быть. Ну, нет, так нет, не случится, что будут меня потом смотреть. Ну, я все, что могла, как говорится, сделала. Все, что смогла, записала, рассказала. Ну, вот, вернемся в наши мирные дни. В 46-м отец дембилизовался, приехал в Амурскую область, там, где жил он, откуда его призывали. Ну, в Амурской области они попали с Брянска, с Орловской области. Я только недавно узнала, что он собрал с Орловской области. Брянска, Брянска, они вот между собой разговаривали с мамой. Мама с Курска, а он с Брянска. Недавно увидела военный билет, я в интернете, Наташа нашла. Там Орловская область, рождение. Ну, они по стерео детьми, отец их вывез в Амурскую область. Там же и приехала мамина семья тоже. Мамина отец и мать привезли своих детей с Курской области незадолго до войны. Если бы они в войну там оказались. Это как раз станция Прохоровка, как раз Курская область там происходила. Их бы смесила там, как говорится. Бог повел их правильно. Ну, вот там отец и женился на маме. Он ее до еще 18 лет. Он ее приметил еще раньше, когда она в школу бежала по шпалам. Там школа была за 7 километров от того населения, где они жили. И мама по шпалам, с портфельчиком таким. Может быть, брезентный портфельчик. Но портфельчик, мама сказала. Сумочка, может быть, что-то. Я не знаю. Вот видите, не успела. Мама говорила, что я, говорит, махаю. И вот так вот, стрижка коре у меня была. А волос так вот. Ну, он ей рассказывал. Я, говорит, иду. А он питьевым обходчиком был. Ну, вот подросток, а уже сходил вот и не проверял, как они ходят в пути. Вот эти постукивают или шпалы смотрят какие там. Я не знаю, но он ходил по этим путям, по работе. Наверное, 15, 16, 17, может, ему лет было. Вот так вот. Потому что мама в школу бегала. И он, говорит, как только Мария бежит по этим шпалам с этим портфельчиком, говорит, волос так у нее, говорит, подпрыгивает. Она, говорит, в припрыжку бегала. А я, говорит, иду, мне стыдно. Я, говорит, весь, ну, грязный. Это же раньше вот эти работы, они были грязноватые. Все же шпалы промазывали какой-то такой жидкостью черной. Ну, а где они там, переодеваться, что ли, каждый раз будут раньше? Раньше-то. Да и там порвано, там порвано. В общем, стеснялся своей одежды. Я, говорит, спрячусь за насыпь и жду, когда она пробежит. Вот тогда он ее еще заметил. Мама рассказывала, а он маме рассказывал после свадьбы. Ну, а когда он приехал, и он такой считал себя, ну, плохо одетым, отец у них, правда, работал, а мать ей не было. Мать умерла еще в Брянске, ну, в Аровской области, вроде бы от голода. Никто не знает, почему у них умерла мать, так и мама не знает. Вот, а отец, когда их вылез в Амурскую область, он устроился на железной дороге. Хорошо там платили. И у них было два парня и две девочки. Вот четверо детей он вывез оттуда. И здесь они в Амурской области уже увидели, как говорят, жизнь. Тут вроде автолапка приходила, и они видели впервые, что такое фуфаечки, вот эти куртки ватные. У них даже там одежды-то особой не было. Но очень от нищеты они, конечно, уехали. И отец работал вот на железной дороге. Он как-то, я поняла, раз его придавило вагонами, видимо, их соединял эти вагоны, вот сцепщики же есть такие вот. И его вот придавило вагонами отца их имела. Вот, и они уже сиротами оказались. Но старшая сестра уже была взрослая, она их как под опеку. Раньше не забирали так в детские дома. Видимо, она за ними, за всеми, и приглядывала. Ну, вот это вот детство, что я знаю. Юность детства. Но в 41-м его призвали, он с 23-го года. Вот его в 41-м призвали. Вот он отвоевал. И скажу уже то, как он пришел с армии. С Германии приехал. Ну, уже с Германии он, конечно, приехал при погонах. Мама рассказывала, зашел. Танцы же были в клубе. Зашел в клуб на... В общем, он назовет танцплощадка, когда просто клуб расчистили от скамеек, вот тебе и танцплощадка. Сапоги на блестят. Хоромовые, натертые. Начищенные, натертые. Начищенные, в общем, при погонах. Он очень аккуратный был. Очень отец у нас был. Они если собираются в кино, то у мамы уже у двери идти, а он все еще у зеркала. Все, то брови поправляет, то прическу, то шапку там смотрит. Очень аккуратно. Он всегда сам себе костюмы гладил. Аккуратный был. И вот когда он зашел, мама рассказывает в клуб, где там танцы были, то все, все девушки повернули головы. И все хотели с ним танцевать. А он стеснительный тоже был. Ну, после, видать, в Германии, после общения с людьми разными, видимо, он немножечко уже не такой забитый-то был, я подсчитываю. А он прямым ходом пошел до мамы. Пригласил, говорит, мама, я вся красная сделала. И мама когда волнуется, у нее здесь красная и здесь почему-то красная. И он пригласил маму, говорит, а танцевать не особо умел. Говорит, иногда она на ноги мне наступает. И все, говорит, слушай музыку, мама, Мария, слушай музыку. А сам не очень-то. Мама хорошо танцевала. Ну, у нас же и вальсы, и все, и фокстроты, они же двигались. Не так просто стояли, а двигались. И мама, говорит, там одна девушка сказала, что он мне и нашел. Такая страшная. Красавицы все остались. И вот он стал, проводил маму, стал к маме в гости. А мама жила со своей мамой и с двумя братьями. Вот он стал к ним заходить. Это бабушка, это мамина мама, она очень была гостеприимная. Она никогда не отпустит, не накормив гостям. Тем более в те годы все знают, что все голодные ходят. Вот она его подкармливала. Вот он посидит, посидит до поздней ночи, и пошел. Посидит, посидит до поздней ночи, и пошел. Вот так вот он ходил, не знаю сколько. Они в марте поженились, а уж когда он пришел, я о нем уточнила. Конечно, если я подготовилась, я бы там полистала, может быть, когда он уволился, когда. Ну, навряд ли бы, навряд ли. Ну, в общем, в конечном итоге, 29 марта у мамы день рождения, и 29 марта они сделали свадьбу. Ну, какую свадьбу? Вот в квартире бабушки, маминой мамы. Два брата там помогли, все это подсветились, они работали на железной дороге, они не голодали. Все необходимое было. Ну, как картошка, капуста, там, крупы. Уж я не знаю, но стол сделали. Вот у них тогда свадьба случилась. И им дали. Отец пришел, когда с фронта, он пошел в военкомат. И у него спросили, вы хотите военную карьеру продолжить? Или, как это называется? Дембелизоваться, ну, уйти совсем. А отец говорит, нет, я не хочу продолжать, потому что надо поступать, если бы он сказал, что я продолжу карьеру военного, ему обязательно надо было бы поступить в учебное заведение. Обязательно. Это условие такое. Потому что военное училище, это не то. Это просто подготовили человека командовать солдатами. Мало-мало. Вот. А для кадрового офицера, конечно, надо было закончить гражданское такое, ну, примерное время училища. Он говорит, нет, я в запас ухожу. Ну, ему выдали билет, все, убрали его. А мама у него спрашивает, а что ж ты не захотел? Он говорит, Мария, как ты не поймешь, у меня всего 4 класса. Он всего 4 класса успел закончить, пока они переезжали с Брянска, пока тут четверо детей, отец работал, надо было помогать. Какая школа? Он там 4 класса кончил. Я бы училище не смог потянуть. Мне хотя бы надо было 7 классов иметь. Вот у мамы было 7 классов. И он это отлично понимал и отказался. И устроился на маяк. Они жили в поселке, где маленький аэродром был. Там принимали и лым, ну, и аннушки такие маленькие, фанерные, которые летали, вылетали, эти маленькие аннушки и смотрели, где пожары. Тушили пожары. Паршютистов грузили и паршютисты прыгали и тушили пожары, чтобы не злали. Большие не... Очаги, пожарные очаги тушили. У нас паршютистка, паршютистов отряд даже был. Вот. И вот эти Анны, маленькие аннушки, были. И Илы были. Ил-18, по-моему, насколько я помню. Это такой небольшой пассажирский самолет, но он небольшой. И грузовые были Илы. Потому что наш аэродром соединял, как можно сказать сейчас, большую землю с севера. Якутск, Алдан. Вот с этими. Потому что железнодороги там не было. А снабжать надо продуктами, фруктами. Все через вот наш аэродром. приходили железнодорожные составы, там с консервами, наверное, еще с чем-то. Но я хорошо запомнила, что фрукты, виноград, лимоны, яблоки, мандарины. Вагонами приходил. Представляете, зима, зима вагон. Ну, наверное, такие вагоны, утепленные. И перегружали, я уже как-то рассказывала, и наши работники, и грузчиков же мало, в основном, выгружали эти вагоны, люди, которые работали в аэропорту на любых должностях, но они на выходных, допустим, или вечером. И вот они, как называется, колынили. Это значит, перегружали с вагонов и гружали на склады. Были склады теплые. Или сразу, если был самолет, оказия это была, там же, наверное, все по расписанию, то на самолет сразу. Сначала, может быть, склады, потом со складов на самолеты, а может быть, сразу прямыми, может быть, ну, самолет не возьмет столько, как рефрижератор приходит. Ну, наверное, так. Я, потому что это не знаю тонкости, я так сама сейчас понимаю, потому что я знаю, что отец выгружал, приносил мандарины, меня обкладывал, я спала. Темно на улице, зима. Шесть-семь вечера уже темно. Старших у меня брат и сестра бегали где-то или в школе, или где. Я их не помню даже по детству. Вот. А он прибегал, они там, что делали? Несут, несут ящик, уронят, он разобьется. И вот они пока собирают этот ящик, кто-то себе куда-то напихает эти фрукты. Представляете? Везут все в Якутию и ничего, ни ящичка не дадут в магазин, в наш. Вот через... Откуда это все? Представляете? Только на Новый год немножко вот бросят и все. Конечно, люди, конечно, все хотят. Спокон веку так было. И он прибежит, а Слав у нас был прям напротив дома, успевал, прибежит, вытащит все. Я сплю, он мне вокруг эти мандарины откладет, чтобы мне веселее было, что я их переела аж. Чтобы меня аж возили в больницу городскую. Ну, это ладно, другой разговор. Вот. Так что они, отец на маяк устроился. Я про аэропорт говорю. В аэропорту маяк был в лесу такое здание в тайге километра два-три от населенного пункта. Но он называется поэтому маяк. Он координировал посадку самолетов. Над нашим домом всегда садились в самолет. У-у-у-у-у-у. Слышно было. Что взлетали, что садились прямо над нашим домом двухэтажным. Вот. И этот маяк, он как-то координировал путь этим самолетом. Ну, вот как на море, наверное, маяки светят фонарь, так, наверное, этот маяк. Я, правда, тонкости не знаю, но он там, по-моему, работал мотористом, связанным с техником, где там мотор, где что там, чтобы отладить, сделать, дежурил день, ночь, два дома, день, ночь, два дома. И так он проработал до самой пенсии там, никуда не уходя. Ну, вот так вот они поженились. Нина родилась в 48-м, потом Володя в 49-м, в декабре, ну, считай, 50-й, и я в 53-м. Были, конечно, всякие-всякие случаи. Я в одном рассказывала о случае, как мама ходила к нему на работу и застала его там с любовницей. Они прожили всего лишь до этого случая. Сколько? Да, наверное, на маленькой было. Даже года, нет, два года они прожили. И вот такая случилась. На маяке была какая-то женщина, радистка, что ли. И вот они с ней, маме донесли, и мама по темному лесу ночью пошла, чтобы удостовериться. И с тех пор у них жизнь не получилась такая, какую они бы, ну, я думаю, хотели бы. И как-то у них все это наслаивало, что про... Ну, оно... Он там наговорил, конечно, сто гвезд до небес. Он, конечно, хорошо маме... Ну, все это переподнес там. Не так думай, да я ради... Я кроме тебя никого мне не надо. Да, да это так вот, как... Ну, как... Мужчины говорят, да, как скуки так, да что ты, да она вон косая, да ты чё? Ну, так отошло. И вот, представляете, потом еще и Володя родился, и я родилась. Так. Но мама рассказывала уже в преклонном возрасте, что у нее все равно, как говорят, осадочек остался. У нее уже не было такого, она его сильно любила первые два года, она его сильно любила. Но после этого случая, все, она говорит, мне хоть что говори, все уже, все. Ну, видимо, на время баки забьют, на разговорами про любовь, все, и женщина же оттаивает. Ну, а потом при какой-нибудь... О какой-нибудь ссоре, допустим, мы, и опять начинаешь обижаться, вспоминать, обида вот эта вот захлестывает. Ну, как говорится, сегодня день памяти, и плохое, говорит, неохота. Пожили и прожили, нас воспитали, все было как положено. На праздники только вот иногда он, конечно, выпивал, только на праздники. В простые дни никогда не было, чтобы он пил. Только праздники, ну, еще паучка, святое дело в то время. Ну, паучка это просто ужин был дома, не напивался. А вот в праздники, вот, и мама не любила шлеву выпившего, поэтому старалась с ним не контакт, в контакт не входить в пьяном виде. И приходилось ей куда-нибудь в глаз уходить. Ну, вот как-то так рассказала немножко, конечно, надо было это не трогать. Это их личная жизнь, их ням. Нас он очень любил, он для нас и елки ставил, и игрушки делал, и из картона, и всякие домики, и прямо туда домик склеил. Надо же, надо, это же ведь мужчина все-таки. Вот разрезал всякую бумагу, там, картонку раскрасил красками, и трубу даже сделал. И вот так прикурил, дунул в домик, и из домика дым пошел. Вот столько лета, я помню, понимаете. Как мы радовались. Он срубит сосну, по дороге идет с работы, сосну, всегда срубал такие длинные иголки у сосны. И за елками он ездил, когда полностью организация аэропорта едет за елками, ну, для населения, для предприятия. И он ездил, тоже елку привозил. Вот они там заготавливали елки, выписывали им, конечно, билет на вырубку, и он привозил тогда елку. Но часто у нас и сосна была. И какие тогда, допустим, я считаю, 60-й год, 61-й, 62-й, то, что я помню сознательно. Какие там гирлянды были. Ну, в 65-м году мы было говорили, сейчас мама купили гирлянду Деда Мороза, это я помню. А вот раньше не было. И он делал из проводов патроны, провода, обычные провода, крученные, знаете, раньше были в домах старых. И патроны там, и патроны, лампочку. И аккумулятор приносил с работы, видимо. К аккумулятору присоединяли проводки, и вот он поворачивал, и у нас сгорело. И каждую лампочку мы вместе с ним раскрашивали в жёлтый, красный, зелёный, синий цвет. Обычные лампочки, сотки, вот что вкручивают. И вешали вот такой вот провод с лампочками на сосну, там, на ёлку. Ну, он участвовал, вот я хочу сказать, когда маленький был, он участвовал как-то. Ему это, видимо, тоже по душе нравилось. Мама в основном только вот стол накрывала. Всегда курицу жарила на Новый год у нас. А отец всегда открыл шампанское, и лично в потолок у нас стреляла пробка. И у нас на потолке, в большой комнате, всегда было вот такое пикнуло, оно не забеливалось. И как начнёт, тот говорит, мама, опять ты сейчас стрельнешь. Он улыбается. А это вот то, что я как ребёнок запомнила. Как уж они, как у них там. Но меня он очень любил. И все говорили, ты самая любимая у него сам. Ну, я вот не ощущала как-то так, что вот я прямо люблю, прямо умираю. Я больше как-то так с мамой. Мне говорили, я так сама себе, я слух-то нет. Почему он меня любит, что-то я не знаю. Ну, как-то это. Я даже немножечко так, я так маме прислонялась. А все в голос говорили, что я любимая дочка. Но он, правда, с работы приносил, придёт и всегда приносит мне какую-нибудь конфетку. Там кто-нибудь, видать, угостит. Ну, там кто-нибудь, видать, угостит. Ну, я лично, говорят, девочки очень отцов видят. Я лично не было у меня такого, что папа, папа, папа. Такого не было. Это как вот, я сейчас начала говорить, папа, вспомнила. Внучки моей от зуб удаляли. У вас флюс был, у садика позвонили. Немецка поехала и забрала. И поехали в детскую больницу, там вырывали зуб ей. Она всю больницу подняла на уши, кричала, «Папа, где мой папа? Папа, спаси меня! Папа!» Она так кричала. Немецка рассказывала, что все заинтересовались. Что же там за папа? Пусть в следующий раз папа приедет, придет. Вот она прямо вот, папа, вот папа, нельзя притронуться. Мой папа, мой папа! Она вот как-то, интересно, аж как-то, ну, слишком уж. Прямо как-то, можно сказать, прям такой какой-то эйфорией. И он ее не балует, сказать, чтобы там, ну, он разрешает, все кувыркаются, все занимаются, все. И она его слушается. Если он сказал, она так посмотрит. Сказывает. А я вот так, я с отцом, у меня не было такой тяги, что вот мой папа, я там с ним. Нет, почему-то я дичилась как-то его. Больше с мамой. Мы с мамой на всякий, я наработала, я с ней за руку. И на почту, почта далеко была в конце, на почту с ней пошли, там по делам, она по работе. Мы сидели, она мне книжку читала. Обратно идем, сели на полянку. И она мне читала книжку про пожарников. Помните такая книга есть? Забыла детская книжка про пожарников. Хотела так сказать, но я сейчас разволновалась, уже я это, наверное, вспомню. Как пожарники там спасали детей, всех по лестницам бежали там, там в стихах. В стихах я даже не помню, чей автор я разознавалась, что-то так вспомнила все подряд. Ой, я много наговорила. Не умею мало, не умею. Но зато я все подряд вроде бы, по порядочку. Вот, вспомнила день памяти. Кому не интересно, ну, конечно, кого заинтересует чужой там папа. Но если у кого есть родители, и кто-то их чтит, и отмечает день памяти, то это тоже неплохо. Значит, человек не совсем пропащий, он помнит, когда родился отец, когда умер, или там мама. Я знаю вот такого человека, который вообще не помнит ни день рождения, ни родственников, ни отца, ни мамы, никого. Я знаю такого человека. 70 тоже лет, а можно сказать, ума нет. Ну, это каждого свое, каждого доски своей. И вот, наверное, точно так и будет чтить и помнить. Но я не переживаю, будут меня чтить или помнить. Я вот всегда сама себе думаю. Бог, даже еще лучше, если бы не плакали, не вспоминали и не расстраивались. А чтобы не портили свое, как говорится, здоровье. Ну, вроде бы все. Дай Бог всем здоровья. Чтите своих родителей, помните. Какие бы они не были, какие бы обиды не были у вас в детстве. Я вот не помню обид, а ведь, наверное, уже были какие-то мелкие. Все равно не обижайтесь. Все равно. Потому что вы тоже родители. У вас тоже где-то промахи могли быть. Хотя они у вас, может быть, и не такие вот, ну, что вот очевидно их сделали специально. У каждого есть это. Поэтому надо относиться к своим родителям с хорошей памятью, помнить, чтить их. Это будет хорошо. Всем пока. Спасибо за внимание, кто посмотрел. Всем-всем привет, кто меня смотрит. Будьте счастливы.